Мирослава и Злата в некотором шоке от того, что мы на выходные решили съездить в Питер. Так непривычно быть владельцами ресторана. Приедем в Джиско, и там мы увидим посетителей. Для них это праздник, приезд Мирослава и Златы. Джиско начинает раскачиваться. Я уже минимум наеду снижаюсь. И это просто невозможно, ребят. Всем огромный привет! С вами Виктория Портфолио и Мидоча. Он немножечко расстроен, потому что чувствует, что сейчас мы уезжаем. В общем, мы на выходные решили съездить в Питер. Потому что вы знаете, что мы открыли ресторан. Мы были там на прошлой неделе, но на прошлой неделе он был еще не открыт. Но он уже открылся, и хочется туда приехать и посмотреть, какая там атмосфера именно, так скажем, в работающем ресторане. Все, обиделся окончательно. А сейчас мы выезжаем, забираем Мирославу и Злату из школы и едем сразу на Сапсан. И вы с нами. А, стоп! Чуть не забыла позавтракать. Теперь хочу. И решила показать вам свой завтрак. Это капучино и ягодки. Идеал. Пока-пока, Мидочкин. Пока. Не скучай. Любимое занятие наблюдать за птичками. Как всегда, любители расчесок. Мирослава тут рассказывает, что на обед поела треску. Нет, я не ела. А, не ела? Пакароны. А почему ты треску не ела? Потому что я не люблю рыбу. Да что вы. Конечно, зачем есть рыба, если есть макароны? Я видела, как она ела макароны и ела курильный супчик. Я тоже. А, ну ладно, хотя бы так. Злата возится с курткой. Знаете, такие вещи, которые вешаешь на вешалку, если ты не застегнешь, они с вешалкой спадают. Вот эта куртка как раз из этой серии. Давай, дотянешься, все. Помещается. Вот такой вот микрошкафчик. В общем, ребят, Злате дали детский набор, а Мирославе детский набор. Все, не дали. Так что вот так вот. Это романтика, в общем, в поезде пить тархун. Сразу вспоминаю детство. Я буду пробовать первый раз вот этот вот чудесный напиток на вид, тархун. А, тархун, это вкусненько, мне нравится. Тебе понравится? Вкусненько. Там оцениваю на восьмерочку из десяти. Угу. Приобрести билеты на обзорную экскурсию. Посмотрите, какая вкуснятина сегодня на обед. У детей гамбургер. Я никогда его не пробовала. Не пробовала гамбургер. Точно, Мирослав, кстати, реально, ребят, это странно. Никогда не пробовала гамбургер. Но пришло время попробовать. Тархун ни разу не пробовала, гамбургер ни разу не пробовала. Смазать этим соусом. Да, 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 да. Вкусно? А, Мирослава. Ой, не приспособленная еще. Горячо как в бургере. Горячо. Злата вон по-умному, смотрите, разделила на кусочки бургер и ест. Попытка номер два. Ну как? Нет? Нет. А снишь тогда бургер? Нет. А у тебя нет, у меня партет еще не партет. Это необычный бургер. Ну все, мы подъезжаем к Питеру. И как видите, вот эта вот питерская серость за окном. Мне кто-то написал, что вот, Вика, ты оскорбляешь Питер, что переехала в Москву, Питер постоянно серый. На самом деле, эта серость, она очень красивая. Она идет к Питеру. Мирослава и Злата в некотором шоке от того, что в Питере снег. Неожиданный снег вообще в Питере образовался. Нас встретил наш питерский водитель, и мы в шоке. А он в шоке, что мы с одним чемоданом, кстати. Поверите ли вы мне, если я скажу, что три дня назад я в Москве загорала на террасе. И уже, кстати, неплохо так подрумянилась. Ну я лицом не загораю, да, я только телом на лицо и кладу кепку. Дети ловят снег. Вообще, посмотрите, что в Питере. Вот там тьма и снега. Вообще, дорога не видно, смотрите. Смотрите, ладно, не видно. Паха родной. Я не знаю, это семьяр. Я сейчас, как папа сказал, что там пидохи сейчас реально не могут надышаться. Здесь уже не радует запах. Почему? Да что здесь нет вещей и как-то не пахнет. Ну что, ребят, сейчас Мирославу и Злату забирают няня Аллочка. И они едут на ночевку к моим родителям. А завтра едут на ночевку к родителям Максима. Вот, так что с бабушками и дедушками будут тусоваться в этой поездке. Бабушки и дедушки прям ждут, ждут, готовятся. Для них это праздник, приезд Мирослава и Златы. Кто вам подарил? Аллочка подарила? Нет. А, да? Ну что? Да? Вот. Так, нет, у нее платформа, Алла. Еще есть шанс у вас быть выше пока чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть еще, да, да, да. Девчонки, берите пакетик, вот на ночь вам там все ваши вещи, пижамки. Вот, и все. Я все шапкой делаю. Да, так тебе шапку красиво. Мне очень нравится. В общем, пустота у нас. Так-с. Что у нас там с погодкой, с видом? Все, прояснился. Да, это вообще не было видно Смольной, когда мы зашли. Сейчас к нам приходили друзья. У нас нет тарелок. Это реально очень смешно. И поэтому, знаете, во что мы положили ягодки? Эта тарелка была для украшения интерьера. Вообще, на самом деле. Сейчас я вам покажу там внизу. В общем, вот эти вот отверстия для того, чтобы ее вешать. И, как всегда, ребят, сумочка одна красуется в пустоте. И посмотрите, какой на террасе снег. Прям елочка заснеженная. А как бы почти середина апреля. Сейчас будем постельное белье надевать. С собой привезли. Вон, видите, лежит. Пиринки нет. Пиринку-то мы увезли. И это просто невозможно. Ребят, как я спала 36 лет своей жизни без пиринки? Объясните. Всем доброе утро следующего дня. Умываюсь сейчас, принимаю душ. И еду приводить себя в порядок. Ну что же, какая у нас погодка в Питере. Посмотрим. Все стабильно. Напишите, кто помнит, как медочка любил сидеть именно на этом подоконничке и наблюдать за птичками. Я сейчас еду в Прива-Севен, в новый Прива-Севен, который находится на Мытнинской. Я пришла на мануальную остеопатию лица. Сейчас разденусь, лягу. И потом мне все сделают. И я вам расскажу, что же это такое. Но в любом случае, я уже получаю эстетическое удовольствие от нахождения в Прива-Севен. Ребят, я сразу вижу эффект. Меня похвалили за то, что я никогда не делала неких филеров. Ботокса тоже у меня нет, кстати, для тех, кто там думает. И знаете, что еще? Меня похвалили, что я никогда не делала аппаратные процедуры типа Альтера и так далее. Говорят, прям обратный эффект от них сейчас пошел у многих, кто делал. Каждый год появляется какая-то новая фигня, и все делают ее. Я такая, держись, Вика, держись. Я переместилась теперь в такой красивый кабинет. И здесь мне будут делать массаж. Очень мне здесь нравится. И массаж мне будет делать мастер, который хорошо знает, делает. Она, знаете, как вот прям ух, что я после нее выхожу, и сразу эффект. Так что сейчас буду наслаждаться. Ребята, эстетика во всем. Все, я дома. Быстренько делаю макияж. Жду Мирославу Злату. И едем в Джиско. И сейчас бабушка и дедушка привезут. Сейчас как раз ко мне Юля подъедет моя тоже. Перед макияжем я всегда делаю такой легенький массаж лица. Хотя мне сейчас привоз сделали, и это не обязательно. Но у меня уже привычка. Вот мой любимый массажер. Обожаю. Знаете, наверное, рифа. У меня такое для тела есть. Особенно приятно переносится. И в нос вот так вот прям. Чтобы отек с носа убирать. Привет, Юля. Ждем Мирослава Злату. И бабушка сейчас привезет. У Юли снова укладка какая. На что укладка делала? На Дайсон или на Борг? У меня был на Дайсон, поэтому был Борг. А, да? А Борг быстрее делает, блин? И сушит быстрее объем, больше делает. Да, и все. Бабушка с дедушкой привезли девчонок. У кого? Девчонок. С чего это? А ну как, модуль заканчивается. А, да? Вот что значит ответственный человек? С 27 по 12 мая. А, да? Две недели тоже. О, так что давайте счастливым приезжаем. Конечно же, причиной для поездки в Питер в этот раз был наш ресторан Джиско. До этого, когда мы бывали в Джиско, не было народу. В общем, это совершенно другая атмосфера. Мы проводили какие-то съемки, что-то дегустировали, рассматривали, общались с персоналом. А сейчас мы приедем в Джиско, и там мы увидим посетителей. И очень хочется увидеть вот эту вот настоящую живую атмосферу, потому что интерьер Джиско, это, как знаете, такая вечерняя улица, которая вся в вывесках, которая вся в неоновых огнях. И вот сейчас я увижу как раз-таки людей в этой атмосфере, потому что люди все равно создают атмосферу, их общение, голоса и так далее. Я хочу посмотреть именно атмосферу, как со мной фоткаться будут, как удивляться будут, как оценивать блюда будут, поэтому мне очень интересно. Я просто дизайнер, по своему мнению. Там корейская атмосфера, которую я обожаю. Я хочу еще какой-нибудь еще декорчик добавить, а потом это все украсить. Когда я выложила видео о том, что мы со Златом... Со Златом? Со Златой открыли ресторан. Все мои одноклассники ждут, когда Джиско откроется в Москве. Я думаю, 100% скоро, потому что уже Джиско начинает раскачиваться, и вот он уже должен появиться в Москве. Кстати, пишите, в каких городах хотите, чтобы мы открыли ресторан Джиско. И, кстати, я сегодня разыграю для вас вещь. Красивая кофточка-мерч. Смотрите до конца, чтобы узнать, что я разыграю. В прошлый раз мне очень понравилось в стаканчиках в виде Брэк Бер... Беров... Беров, в общем, молоко, клубничное, банановое и шоколадное. Вот этот вот стаканчик в виде Бер Брика, ну, бутылочку, можно запрать потом с собой домой и носить его с собой. Я знаю, в это достаточно трудно поверить, но я сапожник без сапог. Я ни разу не пробовала еще желейного танцующего котика. И сейчас в Джиско я сделаю все, что угодно. Никто не посмеет меня отвлечь. Я не забуду, и я попробую Джиско котяру, как говорят Мирослава и Злата. И хочу вам немножечко рассказать историю происхождения вот этих вот желейных котят. Вообще они появились в Корее. И благодаря вот этой вот необычной трясущейся внешности, танцующей внешности, они стали популярными по всему миру, очень быстро завирусились. И в Корее сейчас они есть в абсолютно разных вкусах, потому что наша команда, команда Джиско, несколько человек ездили в Корею, ходили по самым классным корейским кафе, все дегустировали, фоткали, наблюдали, перенимали. И в итоге у нас получилось настолько классное, вот прям настоящее корейское меню, и плюс просто невероятный интерьер. В прошлый раз я не успела попробовать один из видов корндога, который ела Злата, просто она его так быстро съела, что я даже попробовать не успела. Ну, поэтому я его сегодня съем. Я буду кушать до самого легендарного котика, потому что мне очень понравился на вкус, и он очень милый. А вообще, ребят, этот котик изначально, он белый, оригинальный, именно такой молочный пудинг. Но потом уже в Корее стали появляться разные, и там клубничный, и мятный, и манго. А мы решили сделать сливочный минт. В общем, такой он у нас получается не зелененький, а нежно-зелененький, такой как бэйби пинг, только бэйби грин. Поэтому, ребят, приглашаю вас отправиться прямо сейчас вместе с нами в Джиско, и я попробую на ваших глазах Джиско, котяру. Мне не теплится увидеть, какая будет атмосфера в Джиско. Давайте скорее поедем туда. Как вам пришла идея открыть ресторан? Вот сейчас кей-поп рестораны очень в моде, поэтому мы соответствуем с модой. Я сейчас стою в очереди с Джиско. Мы ждем, пока нас запустят в ресторан. Я увидела в Ютьюбе влог и захотела в Джиско. И мы решили сюда сходить, потому что я, в принципе, люблю кей-поп. Мирослава и Злата, они в таком возрасте, они смогли добиться успеха, вот, и они больше молодцы. Я их очень люблю, мне очень нравится их смотреть. Смотрела все ролики и очень хочу побывать в этом новом ресторане и смотрела, как вы его открывали. Я бы хотела попробовать фрукты в стекле. Они мне очень нравятся, я смотрела видео девочек у них. Очень хочется попробовать корнодоги и что-нибудь купить в магазине у них. Я бы хотела еще сходить у них в магазин и купить кей-поп карточки. В нашем ресторане уже так много народа. Это супер стильный ресторан, самый модный ресторан во всем мире. Так непривычно быть владелицей, владельцами ресторана, когда тут очень много людей, очень красиво. Я сегодня обязательно попробую Джиско Кетт. Самый-самый вкусный и вот это самое вкусное. Коктейли, которые мы сегодня тоже обязательно попробуем, какие-то из них попробуем. Можно, пожалуйста, мне коктейль мятный орео. Я уже меню найду, не знаю. Фрукты в стекле и вот такой вот корнодог с сухариками. А можно еще такпоки в сырном соусе? Значит, вы выбрали коктейль блюмун, баблгам и мятный орео. Боже, как это мило. Малышка плачет. Увидела Мирославу, жующую корнодог и злату. Итак, ребята, наконец-то появилось в этой беготне время, чтобы познакомить вас с Сашей. Та-дам! Она, можно сказать, такой идейный вдохновитель, идеолог Джиско. И сейчас Саша расскажет вам пару секретов, потому что несколько работников Джиско ездили в Корею. Перед началом работы над проектом мы с командой действительно отправились в Сеул и провели там какое-то время. И мы изучали всю культуру кей-попа, начиная с гастрономии, заканчивая всеми этими сумасшедшими магазинами с косметикой, с мерчом, кей-поп-групп. Это было все очень интересно и захватывающе. А это наша управляющая Светлана. И сейчас мне хочется, чтобы Светлана рассказала, как вообще первые дни работы Джиско, какая реакция у, хотел сказать, зрителей, на самом деле у посетителей, но многие из них зрители. Расскажите, пожалуйста, Светлана. На самом деле мы даже закрывали в какое-то время двери, потому что у нас было такое большое количество гостей. Все хотели к нам попасть. Были ограничения по времени, но мы старались всем пойти навстречу, всех обслуживали. Всем очень нравится мерч, который у нас представлен. Футболки раскупили практически в первую неделю. Мешки для обуви тоже самое. Гости просто в исторге от наших коктейлей. Молоко, которое у нас заканчивается несколько раз в день. Нам сегодня нужно с собой взять тоже. Обязательно. Ну и наши желейные коты, которые у нас пользуются популярностью просто жуткой. Ну и, как вы сами видите, у нас огромное количество гостей. И так каждый день. И огромное. Смотрите, какая очередь. И очередь. Вон, смотрите, какая очередь. Приветики. Приветики. Всем приветики. Приветики. Вы можете с вами сказать? Да нет. Конечно, конечно, мы сюда вышли, чтобы по конкурсу. Да. 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 Мы изучили массу фастфуда, гастрономических направлений, ресторанов в Сеуле. Мы были в ресторанах со звездами Мишлен, мы были на рынках в Сеуле. Я видела там такой контент, столько всего, все такое разное, я бы сказала. Мы привозили супертренды, самое актуальное, что сейчас есть в Сеуле, на что обращать внимание сами передовые корейцы из самых интересных, стильных и модных районов. В том числе мы привезли актуальных джиско-котиков, мы их и называем джиско-котиками. Да, джиско-котики, желейные танцующие котики. А есть во многих заведениях Сеула, и они всегда на расхват. А ты не знаешь, как давно они вообще появились в Корее? Я думаю, что тренду уже больше полугода, он недавно добрался до России, и мы, конечно, тоже ввели у себя джиско-кота. Но у нас они, наверное, самые вкусные, я еще до сих пор их не пробовала, но то, что они у нас, получается, сливочный минт, уже меня привлекает, и сегодня моя главная цель попробовать джиско-кота. Минтоловый самый вкусный. Еще соус златы, говорит, там очень вкусный. Да, невероятно, и посыпка. Я особенно люблю маленькую вишенку, она добавляет пикантности всей композиции. И настал тот момент, я пробую легендарного джиско-котика. Буду есть его по рекомендации Мирослава и Злата. Сначала нужно его потрясти, чтобы он прям потанцевал. Он такой прям активно танцующий. Мы немножко поменяли рецептуру, он стал еще больше танцевать. И следующее, что нужно сделать, это пить его по попке, потому что кое-кто себя плохо вел. Мне кажется, ему приятно. Ушки, смотрите как. Ну и все, пробуем. Ребят, это что-то невероятное. Десерт совершенно неприторный. Он напоминает какую-то сливочную панакотту с такой свежей семятой. Мам, я могу сказать покороче, это самый вкусный десерт в мире. Да, реально, ребят. И он неприторный, не супер сладкий. И здесь еще, Злата говорит, очень вкусный соус. Я вот сейчас прям соус окуну, да, подтверждаю, Злата. Можно вам задать несколько вопросов? Конечно. А какая ваша любимая еда в джиско? Наверное, корн-доги. А цените от одного до десяти? На все десять. Я бы хотела сказать вот так вот, от десяти до десяти. Десять, да. Очень вкусные котики. Вы пробовали их, кстати? Нет, тоже бы очень хотели. Какая вам еда больше всего понравилась? Я еще попробовала корн-дог. Мне всегда нравятся чипсы из ковета. А вы пробовали джиско-кетов? Нет. Еще нету, скоро принесут. Да. А еще вы в Корее подсмотрели вот этот вот десерт, который разноцветный. Да, это замечательный бисквит, который... Как мочалка, в которой вы моете посуду. Ну, мы ставим на нее печать, официальную печать джиско. Он очень воздушный, невероятно нежный, не слишком приторный. Но весь вкус ему добавляет сливочный соус, который подается вместе с ним. И это смесь из разных цветов, которая замешивается прямо на бисквите. И это супер инстаграммное блюдо. Мы привезли огромное количество блюд, которые супер популярны в туристических местах, таких как район Миндон. И вы все их знаете, их можно увидеть во многих корейских концепциях. Это пунапаны, это корндоги, это самая распространенная везде еда. Она встречается повсюду. Но наша цель была привести самые интересные, актуальные позиции, которых нет ни у кого. Поэтому у нас есть невероятно вкусный кекс Пандора, радужный кекс. В том числе мы привезли черную лодочку. Вот это вот донзированное сумасшедшее с ментоловой начинкой и тающим сыром в бортах. Наши потрясающие супы, рамены, этого нету нигде, потому что вкус оригинальный. И мы везли его из лучших ресторанов, отмеченных гидом Мишлен. Итак, ребят, как и обещала Златочка, мы решили сделать небольшой, а может быть и большой розыгрыш. В общем, мы решили... Это база. Все хорошо, да? Все, ничего не сломала. В общем, мы решили разыграть вот такое вот худи Джиско в размере S. Капюшончик. Не маленькое, это худи. Потом что мы разыграем еще? Джиско пакетик. И еще тут кип-поп группа. Это стрейкит. И это Джиско пакетик для обуви. И что еще? И еще карточку Кроме. А чтобы все это выиграть, вам нужно что, Мирослава, сделать? Мирослава у нас знает всегда, что делать. Не учи ученого. В общем, нужно написать в комментариях любой комментарий. Мы выберем его. Наверное, тебя как раз. Лайк. Просмотр до конца и подписка. Да. И потом, в этот же день, в день выхода этого влога, я у себя в сторис опубликую имя победителя. И у себя в Телеграме тоже. И этот приз отправит вам ответственное лицо Юля. Она напишет вам, какой у вас адрес, вы ей напишите свой адрес. И Юля отправит вам и худи, и пакет для сменки. И вот этот вот замечательный, как он называется? Биндер. Пускай это везет тебе. Я только что вышла из детска, и мне очень понравились все десерты. Очень красивая обстановка. Мы сюда пришли сегодня в 10 утра и попробовали несколько блюд. Очень понравилось. Мы попробовали мороженое, потом напиток с мишкой и корандок. Очень вкусно все было. Мне понравились котики и фрукты в стекле. Ребята, в общем, обязательно приходите в Джиско. Это место не оставит вас равнодушными. Потому что здесь такая атмосфера праздника, которую ты чувствуешь буквально каждую секунду. То есть это такой, знаете, праздник без остановки с утра до вечера. В общем, надеюсь, что все, кто сейчас в очереди, смогут попасть в Джиско. Потому что каждый, я считаю, должен прочувствовать эту атмосферу. Видите, все фоткаются, все общаются, знакомятся, едят супервкусную, фотогеничную еду, которая запомнится навсегда. Серьезно, красивый Питер. Это просто невероятно. Питер, эстетика, красота вообще. Ох, наши красотки. Подустали немножко, скажите? Да? Чуть-чуть? А ты, Злата, подустала? Да. Злата, знаете, что хочет? Расскажи, что ты хочешь кушать. Я хочу стейк. Бредит стейком дня три. Да-да-да, мы идем на улицу, на террасу. Не удивляйтесь. Мы идем в такой домик. Вау. Спасибо. О, на улице. Да, хорошо. Пакита, пожалуйста, без алкоголя. Екоголичную. Ну, пожалуйста, еще яблочный сок и вот такая вот... Филиминьонка. Ну, да. Хорошо, прожарка. Наверное, ей нормально прожарка. Миньимуар или вау-дан? Какая, Максим, вау-дан? Вау-дан. Вау-дан. Хорошо. Хочу здесь всего понемногу. Какое злата стейк. Просто вау. Смотрите, какой закат в Питере. Солнышко даже выглядит. Доброе утро. У меня осталась вчерашняя укладка после Приве. Несмотря на то, что я мою голову, каждый день и на следующий день у меня полный ужас на голове. Но не сегодня. Знаете, почему мне сделали объем? И сухим шампунем по проборам прошлись. И вот такой результат. У меня сейчас шампунь сухой Кевин Мерфи. И у него просто отвратительный запах. Мне совершенно не нравится. А вчера в Приве мне побрызгали Бальманом сухим шампунем. Сухим шампунем Бальман не склоняется. И, в общем, очень мне понравился эффект, когда на себе такой купить. Снова в 8.49 я еду куда-то в выходной день. В общем, хочется все успеть. И теряю. Та-дам, ребят. А я, на самом деле, приехала-то в красивые люди на Айкун. Не могу без красивых людей. В общем, что хотела вам сказать, что Айкун борется с отечностью. И после процедуры кольца на мне будут болтаться. Мне очень нравится, когда кольца болтаются. Сразу настроение другое. Далее, после Айкуна, перемещаюсь в кабинет, где мне будут делать хайдрофэшл. Это вакуумная чистка лица, такая травматичная. Поэтому буду наслаждаться процессом. Ну что, вышла на улицу с кофеечком. Вот, все меня забирают. Ну все, я уже дома, сейчас хочу сделать макияж. И знаете что, перед тем, как поедем на вокзал, заедем в Джиско. Да, конечно. Сейчас Мирослава и Злата от бабушки приедут. Ой, вы уже какую-то игру проводите, да? А-а-а. Серость, красота, обожаю. Знаете, что сейчас Злата говорит? А где медок? Такая резко, знаете, там что-то играет. А где медок? Не поняла. А где медок? Не поняла. Все готовы. Оказалось, что у Савы есть даже немножко времени, чтобы с Мирославой и Златой пойти в Джиско. Так что девчонки все покажут ему. Накормят вкуснейшими корндогами. Сыром и сосиской. Боже, корндоги там в сумасшествии. Есть просто с сыром. Вот, есть с сыром и сосиской. Я хочу сегодня взять корндог, в общем, с сыром и вокруг него как бы доширак. Я недавно тоже в Москве в ресторане у нее ела доширак. Просто сумасшедший был. Ну что, ребятки заходят в галерею. А чтобы понимали, вокзал, вот, вот здание вокзала. Показали Саве легендарный экран. Эх, ребят, снова полная посадка, подприятная. Девочки рассказывают Саве про свои любимые блюда. Сава, ты должен это взять, Сава, ты должен это взять. Попробуй это, попробуй то. Ну, Сава, берегись, берегись. А вы Мишек Саве показали вот этих вот коктейлей? Сава сказал, что ему очень понравилось. Да, Сава? Какой выбрал? А, Сава выбрал кота. А вот из Мишек кого? Здесь получаются шоколадный, банановый, баблгам и клубника. Банан. Я говорю, Мирослава, Злат, сегодня отдохните. В общем, просто перекусить. Чтобы вы понимали, здесь очень круто, здесь все вкусно, здесь все идеально. Здесь прикольно, здесь красиво, здесь прикольный интерьер, здесь интересно. Здесь можно хоть шесть часов без перерыва быть и наслаждаться музыкой, едой, красотой в ресторане. Как здорово, ребят. Вот так вот зрители могут прийти в ЖИСКО и реально встретить тут Мирославу и Злату. А ты покрашиваешь злату? У Златы? Нет, нет, это свой цвет у Златы. Представляешь? Про розовое. Про розовое? А что там розовое? Это отсвечивает, да, здесь кажется, что у Златы розовые волосы. Ты не первый спрашиваешь. Слава такой, что происходит? Пришел с девчонками посидеть. А вот все. Спасибо большое. Смотрите, снова очередь у нас. Атмосфера супер. Смотрите, карчатки стесняются подойти, я уже вижу. Мирослава, Злата, снова Злата, нужно тебе выйти. Да, спасибо, Сава. Сава только что сказала, что Мирослава круто поет. Еще Сава сказала, что Мирослава и Злата переросли меня по популярности. Я стала Савей, конечно. Я теперь стала мамой Мирослава и Златы. Вот все эти лужникам концерты, просто, чтобы тебя позвали. Лужникам, где играет сборная Россия. Да, да, это очень круто. Очень круто. Пска тоже позвали. И причем, знаешь, с гонорарами. С гонорарами. То есть это не просто, так? То есть Мирославе и Злате реально заплатили еще. Только посмотрите. Бесконечно тянущийся сыр из корн дога. Как они встают со всеми фоткаться. Мило со всеми фоткаться, да. Вот и наш Сапсанчик. Мирослав мне сейчас говорит домой. Я говорю, о, ты считаешь Москву дом? Мирослава такая, мама, это сарказм. Так, так что кажется, что мы тут на 5 месяцев переехали, а потом мы брали... Откуда ты берешь это, то 5 месяцев на Москву переехали? То 9 месяцев мы будем жить в этой квартире. Откуда ты, Мирослав, всегда какие-то цифры берет? Та-дам, та-дам. Ох, все, мы на месте. Обстановка у нас в вагоне. Златик, убедительная просьба повесить вашу куртку. Переписываюсь. Переписываешься с кем-то, да? У меня уже... Так, ну что у нас тут? У Мирослава переписки ведутся, да? Угу, едем, смотрим фильм. Ты мне нравишься такой. Приехали мы, все, идем. О, тепло как тут, Максим. Поймали девчонок. Да, я тоже тут. Мирослава? Да. Домой приехали? Ага. Домой? Нет, сарказно. На половину. Медоча играл, скучал по нам. Видите, у него мышонок тут лежит. Да, Медочкин? Выбежал, встреча от нас. Иду пить вечерний чай, Злата уже засыпает, а Мирослава все никак не ляжет. Включила музыку, да? Подходящего под шпагат. И пытается делать растяжку. Даже не пытается, а делает. Строго не судить. Никто не судит. Все мотивируются, Мирослава. Вот я мотивируюсь. Я четвертый раз сажусь на шпагат. Вообще сегодня у меня было вот так вот, а сейчас мы вот так вот еще вздохнули. Угу. Главное спинку тянуть. Мирослав просится на балет. Очень-очень. Очень хочет. В общем, будем пытаться найти время, да? А Медочка зазывает меня на вечерний чаек, да? Ой, Ластена. К вечернему чаю вот такие вот яблочки. Подхожу пить вечерний чай. А мое место заняли. Медок. А, сейчас упадешь. А-а-а. Что-то сегодня у всех такой день. Медок, ребят, нагрел мне местечко. Я знаю, что он делал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok